В эфире программа «Тоника» и мы, её ведущие, Ильдар и Ирина Шигаповы. Сегодня у нас в гостях Александр Макаренков, поэт, журналист, музыкант, художник, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни, член жюри и ведущий поэтической мастерской на Грушинском и других фестивалях, член Союза журналистов, член Союза писателей, член Творческого Союза художников России и Международной Федерации художников. Вот такой титулованный собеседник сегодня в студии «Энн». Александр, вы впервые в Торонто, поэтому нашим зрителям будет очень интересно узнать о вас чуть больше, чем, может быть, о других. Ну, наверное, начнем с самого начала, с рождения, 1 января. Вот такой подарок семье был когда-то много лет назад, может быть, не так много лет назад был. Ну, может быть, это семье был подарок, но не мне. Дело в том, что это первоапрельская шутка моих родителей, она и обернулась моим появлением на свет. Вот. А еще могу сказать, что когда 40 лет было, обычно говорят, что 40 лет не отмечают, нехорошая цифра. Я все равно решил отметить. Отметил, потому что прочитал в каком-то издании о том, что в японских, китайских, восточных всяких верованиях, календарях и так далее отмечают день зачатия. Вы же знаете, что в России 1 апреля – это веселый праздник. Я пришел на работу в издательство, где я тогда работал. Как говорят, накрыл поляну, все покрутили у виска и спросили, а что сегодня за праздник? Я говорю, ребят, у меня день рождения. В общем, сначала пауза, потом все навалились, и дня через три спросили, я что-то, говорит, не поняли мы, а почему мы, у тебя же 1 января, а почему мы отмечаемся? Я говорю, ребят, ну по восточным календарям положено день зачатия. Еще дня три прошло до того, как они начали ржать. Они все поняли. Поэтому свой день рождения я отмечаю особенно. Да, здорово. 1 января мне тоже нравится отмечать день рождения. Саша Макоенко. Программа «Тоника» – это программа об авторской песне и не только. Прежде чем мы дойдем до авторской песни, как вот так случилось, что все таланты, которые мы сейчас пытались перечислить, что на это повлияло, что стало толчком для вот этого всего творчества? Это в первую очередь семья, это вот 1 апреля, это 1 января или все-таки какие-то... О 1 апреля я еще не думал, что вполне возможно и это тоже. Вопрос понят. Повлияло, наверное, много факторов, но один из главных – это я очень хорошо помню его, это было в полпятого, я имею в виду в 4,5 года. Все пацаны гоняли во дворе футбол, кто постарше, мелкие там ползали в траве, в песочнице. А я сидел у своего дядюшки, педагога, а в те времена, это 60, получается, восьмой год, ой, восьмой даже раньше, да, это была редкость, альбом какой-нибудь об искусстве. Я сидел, рассматривал альбом, здесь Леонардо, здесь Микеланджело, Рафаэль. Я, листая альбом с художниками, обратил внимание, что большая часть из них носит бороды. Я думаю, я когда вырасту, тоже буду носить бороду. Дохожу до их творений. Обнаженки, Давид, всякие надгробия медичевские. И входит бабушка, смотрит и говорит, ой, ну что ты смотришь? Я говорю, бабуля, смотри, как красиво. Но это же срамота. Я говорю, ну зато красиво. И тут я понял, что я хочу рисовать, хотя рисовал уже. И вот в четыре с половиной года я подумал, надо все-таки попробовать стать художником. Поскольку я дело жутко любил, и этим занимался всю жизнь, и занимаюсь до сих пор, учусь рисовать. А вместе с тем к этому как-то стали пристегиваться другие вещи. Сначала захотелось нравиться девчонкам, а чтобы нравиться девчонкам, надо играть на гитаре. Во дворе мой друг научил меня играть на гитарке немножечко. С этого началось. Потом появилась тяга к самовосовершенствованию. И я нашел, по-моему, в книжном магазине тогда, были нотные издания всякие, но было одно издание шикарное. Просто оно называлось «Песня радио и кино». И на последней странице обложки там печатали аккорды. Как их брать, как чего называется. И вот с этого началось более углубленное изучение музыки. И все вот потихоньку так складывалось. Я в художественную школу пришел, думал, там делают художников, а меня заставили рисовать кубики и шарики. Через месяц я плюнул, ушел. Долгое время играл в волейбол. Поступил в институт скорее, хотя на художественно-графический факультет, но тут Боженька тоже сыграла свою роль, мне кажется. Потому что я хотел поступить в институт физкультуры. И когда пришел сдавать документы, входят девочки. Самой маленькой я дышу в пуп. И кто меня дернул за язык у секретаря, а это баскетболистки пришли поступать? Она говорит, да нет, это волейболистки, девочки полностью командой из Тулы приехали поступать. Я так думаю, ну если тут девочки такие, то что делать мальчикам? И все, и выбор вот так вот. А поскольку все время рисовал, думаю, а попробую. И получилось. И закончив Смоленский художественно-графический педагогический институт, ты являешься профессиональным педагогом и художником. А что первое появилось в профессиональное художественное произведение или литературное? Ну, я думаю, что сначала всегда рисовал. Сначала всегда рисовал. А когда в институт пришел, я обнаружил, что я пою песни людей. Я думал, это народная песня, а это казалось Висборг. Я такие фамилии узнал, не знав ранее Акуджава. Я попал в один из старейших клубов авторской песни в стране нашей. И вот с этого началось все потихонечку. Это в Смоленске было, да? Да, в Смоленске. Но я очень долго чистым исполнителем был, и все, что писалось, пряталось в ящичек. В 87-м году Борис Ильич Вахнюк раскопал во мне на фестивале в Казани. Я тогда ехал как исполнитель участвовать. Он выкопал из меня 11 моих песен и отправил на сцену с одной. И сказал, теперь давай уже пора петь свои. Ну, вот с этого началось. Горюшкой пахнет закатно продрогшей невой. Значит, в городе плещется май И парит над седой мостовой Наш последний, да ух ты, трамвай Наш последний трамвай Белые ночи Лето пророчат Призраки в летнем саду шелестят Влажные тени Шепот сирени А впереди листопа Влажные тени Шепот сирени А впереди листопа Ветер уймет за забрежье Безумцы рассвет Ангел выстелит золотом дай И привычно проснется проспект Ночь закончилась, кончилась жаль Ночь закончилась, жаль Счастье не может быть дольше, чем длится река Вот сноют катерки по воде И трепещет рука у виска Это я приближаюсь к тебе Прикасаюсь к тебе Белые ночи Лето пророчат Призраки в летнем саду шелестят Влажные тени Шепот сирени А впереди листопа Влажные тени Шепот сирени А впереди листопа Главный тени Двери Главный тени Белые ночи, лето пророчат, Призраки в летнем саду шелестят. Влажные тени, шепот сирени, А впереди листопад. Влажные тени, шепот сирени, А впереди листопад. А впереди листопад. А преподавательской деятельностью ты смог заниматься? Совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. После института я, как честный человек, отдался вооруженным силам на год. И уже заканчивая институт, я позвонил декану, говорю, а есть работа? Декан говорит, для тебя есть, приходи. И я некоторое время, а точнее, где-то, наверное, три с половиной года преподавал рисунок, декоративно-прикладное искусство и на подготовительных курсах живопись. А потом мне все это так источертело за три года. Я понял, что я не открываю ничего нового. То есть студент приходит, а я же думал, этот год закончится, в следующем году придут другие, и интересно же будет. А в следующем году, да, пришли другие люди, но ошибки одни и те же. Ну, принцип вот этот цикличности, он меня что-то как-то убил. Я ушел вообще в ПТУ ниже уровнем, но заниматься неклассной работой. Там пацаны ходили играть на гитаре, учились, петь песни. Тогда еще литературно-музыкальные постановки были всякие различные. Ну, и, естественно, я их по слетам тягал, по фестивалям авторской песни. И на первом фестивале, который проходил в Калуге, где, по-моему, Дима Дихтер был председателем жюри, одна девочка у нас стала лауреатом, и мальчишки стали дипломатами. То есть все-таки по жизни ты педагог. Ну, получается... Тебе нравится делиться талантами, знаниями своими. Да, в какой-то мере получается так, что как от этого не убегаешь, все равно остаешься в этом ключе. Ну, потому что человек проживает несколько стадий своего развития, и одну из стадий... Он просто обязан быть, наверное, педагогом, передавать опыт. Ну, может быть, да. Может быть, да. И то же самое на Грушинском получилось, когда Саша Атенберг предложил, «Давай попробуем мастерскую». Ну, а мы попробовали на Зазеркале. До сих пор жива мастерская. Уже 12-13 лет я... Да, 13-й год. Из нее же произошел конкурс, сам конкурс поэтический Грушинского фестиваля, собственно говоря, который теперь отдельно есть, и где уже лауреаты произрастают. Раз уж речь зашла о Грушинском фестивале, или фестивале имени Валерия Грушина, давай поговорим об этом. Много лет мы ездили на этот слет, много-много лет, пропустили буквально несколько до нашего отъезда в Канаду. И несколько цифр, которые здесь... Я вот помню, как на наших глазах Грушинка стала превращаться в какого-то монстра. Вот, например, если говорить о цифрах, вот наши Тарантеллы, это всего 700 человек, 700 зрителей. А монстры в смысле... В смысле... Вот во всех смыслах. Масштабности. И масштабности, и какой-то вот... обширности. Вот, например, в 90-м году, когда, кстати, мы ездили в составе Златоустовского клуба самодеятельной песни и стали дипломантами... В этом году, в 90-м году, тысячи до 90-х годов... Это было 1990-м год. Не было ни одного лариата, были все дипломанты. Как-то так вот они так решили. И были... Вот тогда было 50 тысяч зрителей, скажем, да. А потом в 2000-м году это было 210 тысяч зрителей. Это был самый пик фестиваля Грушинского. И вот это я имею в виду даже... Я не скажу, что это не пик был. Вот как сейчас? Что сейчас на Грушинке? Это был... Еще был пик? Ну, предпичья, да. Предпичья? Да, потому что самый большой был несколько позже, я не помню, четвертый или пятый год. Когда было 300. Официально... По официальным данным было 350. А по ощущениям, наверное, все полмиллиона, наверное, было. Ну, то есть вот в пиковое время, да, в prime time, когда все основное вкусное начиналось, вот, наверное, около... А вот сейчас как там? Сейчас, я точно не скажу, но, по-моему, в прошлом году было тысячи около 30, наверное. Но все происходит из-за каких-то нюансов, из-за разделений, делений, несостыковок. Ну, а по ощущениям, это все-таки слет и фестиваль авторской песни, потому что вот тогда, в 90-х годах, у меня возникло ощущение, что он перестал быть слетом авторской песни. И там были какие-то тусовки рокеров, еще что-то было. Ну, ребят, если говорить об этом, то ведь с 90-х годов авторская песня тоже изменилась. Да. Она заключается не только в рамках костров, палаток, гор, рек и так далее. Она расширилась не только поэтически и тематически, но и музыкально. А расширяться она начала еще раньше. Она начала расширяться с Юры Устинова, с Сашей Ивановой, потом Андрюша Козловский пришел. То есть музыкальные направления появились абсолютно раньше. И поэтому это невероятно интересно. Это подстегивает. И я в этом случае могу привести пример одного из старых музыкантов, который школу прошел еще в советское время в ВИА. Мы встретились на Кавказе с ним. И прошел концертик. Он после концерта подходит и говорит, слушай, и что, все так барды играют? А я не считаю, что я играю очень хорошо. Я говорю, да есть люди, которые лучше... Все, ухожу репетировать. Не могу, я надо бардов догонять. Словно перелетные птицы Поезда стремятся на юг Севастополь, Нант и Леница Разомкнулся замкнутый круг Перестук колес раздирает Память на куски ас утра Уезжаю я, уезжаю Навсегда пора, бра, пора Едет из России Россия Плачет паровозный гудок Сердце опаленное стынет Покидает родину бог Покидает родину Покидает бог эти реки Церкви деревянный порог Покидает дом словно рекрут За спиной сухой шепоток Бабы голосить будут снова В пьяной полусытой стране Где затрется русское слово Русский затеряется смех Едет из России Россия Плачет паровозный гудок Сердце опаленное стынет Покидает родину бог Покидает родину Ровно отбубнили колеса На причале тысячи лиц И неразрешимость вопроса Сколько перелетных нас птиц Едет из России Россия Плачет паровозный гудок Сердце опаленное стынет Покидает родину бог Покидает родину Покидает родину Бог покидает родину Пришли другие ритмы Пришли другие музыкальные инструменты Потому что И смотрите Серьезные музыканты И серьезные музыканты приезжают И серьезные музыканты играют Сейчас с совершенно замечательными Великолепными аккомпаниаторами И вчера И сегодня И мы были свидетелями на концерте На вашем Когда вам играл Наш замечательный Любимый Дмитрий Агай Так что мне кажется Дуэт состоялся И серьезный мэтр Серьезный автор-исполнитель Совершенно серьезным Акомпаниатором Я думаю Что было очень красиво А возвращаясь Вот к концерту На концерте Было ощущение Очень Хорошее ощущение Тепла Такого Именно Позабытого Немножко Ностальгического Отношения К авторской песне Потому что Была на самом деле Авторская песня Было очень тепло Душевно А как вы оцениваете Вот Дима Настолько Молод Он ведь Примерно С вашим сыном Одного возраста Как вы оцениваете Зрелость его Как музыканта Я не могу оценивать Его зрелость Я же вчера Вот на концерте Сказал Что я При нем Как столь арплотника Он краснодеревщик И резчик Понимаете С точки зрения музыкальной И вот Самое главное Здесь еще Чувство прекрасного Да Ощущение Какой-то важности Слова А в нем В Димке Оно есть И он чувствует это Да И он Передает это Не просто серьезно А очень здорово И мне кажется Что это Должно быть Востребовано И у вас И у нас И везде Вот то что он умеет То что он делает Это Ну Высший пилотаж Я бы сказал Ну несколько лет назад Когда вот мы впервые Его услышали Впервые Он был такой Излюбленный такой мальчик Который приехал из Казахстана Где Алматинский Огромный слет Мы тоже знаем прекрасно И Качанову И Ольгу Приезжеву Наташа Приезжева Наташа И Ольга Качанова И Ольга Качанова И Все как бы здорово И он приехал Совершенно Такой восторженный мальчик Который играет Великолепно на гитаре И вдруг Я начал понимать Что с ним Надо обязательно работать Потому что Вдруг получились Получались песни Которые перегружены музыкой Перегружены Вот этим вот Акомпанементом Великолепной И ты как бы сказать Вдруг начинаешь Акцентироваться Только на этом джазе Или на этой музыке На этом Через некоторое время Через некоторое время Вот произошла Какая-то трансформация То есть Человек стал взрослее Или там испытал Какие-то Уже И собственные потери И какие-то Приобретения И Песня Получается Внятна И музыка Которая Издается Из этих вот струн Как сказала Куджава Из каких-то Грубых Пожил И получается Что Опять-таки Невозможно Обратиться К классикам Висборг Когда-то сказал Что выходит человек Выходит С этой гитарой Начинает петь И создается творчество Создается искусство И создается чудо Вот это чудо Которое происходит Вот на сцене Это конечно Вот мы были свидетелями Вчера Зима 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 До головокружения Метут Снега Не разглядеть Не разглядеть страны Сижу в санях Сквозь синие скольжение Я верю в дом Где свечи зажжены Звенит, звенит, звенит Поддушный дар валдая Полозье вслед Полозье вслед Не виден Только Бог Куда меня Направить Понимает Он знает Путь Он отмеряет срок Куда меня Направить Понимает Бог Знает Путь Он отмеряет Срок Плывут Плывут Тоскливые Березы Еще верста Окажемся В район Где вечной русской Болью Полон воздух Его Как воду Ключевую Пью Здесь вечной русской Болью Полон воздух Его Как воду Ключевую Пью Скрипит Скрипит Снежок На повороте Собачий Лай Спасение В тепле Прервался Звон И песня На излете Обрывки Фраз Витают По земле Зима Зима До головокружения Зима Зима Не разглядеть Страны Зима А вот вообще много исполнителей и авторов, которые или пишут музыку на твои стихи, Саша, или исполняют именно песни, которые они не хотят. Которые ты написал, музыку и стихи. Как ты относишься, если, например, исполнитель совершенно по-другому делает это? Это потому что, может быть, видит по-другому эту песню. Как ты к этому относишься? Я отношусь с радостью. И я просто счастлив, когда что-то происходит подобное. Сейчас потихонечку мы готовим пластинку в студии. Именно пластиночка на мои стихи, написанную разными авторами. Я не знаю, что с этим делать, потому что это довольно-таки большой пласт получается. И как с ним справиться? Приходится резать, урезать, убавлять. Но раз уж назвался груздем, полезай в кузов. И обязательно Димины песенки будут. Потом мы с Димой, я надеюсь, что сделаем наш совместный какой-то проект. У нас так разговор идет об этом. И начало уже положено. А когда мои песенки поют, вы знаете, в прошлом году присылают какие-то девочки из Сибири по поводу песенки «Зеркальце». Вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, когда писали эту песню? Я говорю, ну, девчонки, зачем вам это знать, что я имел в виду? Я свои же переживания туда вкладывал, свои ощущения. Мы хотим ее взять петь, но вот для нас, кажется, это такая с двойным дном песня. С одной стороны, это лирическая светлая грусть, а с другой стороны, это трагизм, это драма. И объясняют, почему, что... И как нам петь? Я говорю, девочки, ну, как хотите, так и пойте. Это же ваше прочтение. Понимаете? Вот и все. Это их прочтение. И главное, что слова остаются, мелодия даже пусть будет где-то. Если что-то найдут интересное более, это будет еще интереснее. Ритм если поменяют, да бога ради. Главное, чтобы мелодия основная. Оставалось и слова. То есть у нас есть шанс спеть ваши песни на нашем концерте. Подыши на зеркальце, пусть оно согреется. Я твое дыхание заберу с собой. Бесы перебесятся, беды перемелются. Только и останутся пыль, пыль, боль. Ветер пахнет осенью, как из детства выскочил. Пусть рябины красный красным поперек. И шагают сосенки по буграм, как выскочки. Помаленьку плавится золотом восток. Церковь неказистая появилась из лесу. Кружится глазастая, злое воронье. Дни такие быстрые, только перелистывай. Но тепло за пазухой, зеркальце твое. Подыши на зеркальце, пусть оно согреется, Я твое дыхание заберу с собой. Бесы перебесятся, беды перемелются. Только и останемся, мы с тобой. Бесы перебесятся, беды перемелются. Только и останемся. Что ты думаешь, Саш, должно быть в песне такое, чтобы оно зацепило и зрителя, и исполнителя, и самого тебя, когда ты выходишь на сцену и открываешь себя перед зрителем? Потому что каждая песня, я думаю, это маленькое откровение в любом случае. Ну, на самом деле, мне кажется, самое главное быть честным перед собой и перед залом. И не стараться казаться лучше, чем ты есть. А когда пишется это, создается что-то, это вот там где-то, кто-то, может быть, тебя ведет этой тропой и подсказывает. Когда-то слово шепнет на ухо, когда-то мелодийку насвистит в телефон. Это сложно сказать, что толкает. Заказать себе песню практически или стихотворение невозможно. Заказать себе можно рассказ или роман, потом превратиться в оловянного человека и не вставать из-за стола, пока ты это не закончишь. Это совершенно разные ипостаси, они совершенно разными жизнями живут и делаются абсолютно разными методами. Саша, а ты много едешь с гастролями? Какая форма концертов тебе больше нравится? Домашники такие небольшие или все-таки большие концерты? Абсолютно без разницы. Абсолютно без разницы, сколько народу на концерте, в каком зале это происходит. Главное, что есть люди, которые хотят тебя послушать, а тебе есть чем поделиться с ними. А каждый концерт чем-то уникален, по твоим ощущениям? Да, да, причем абсолютно уникален каждый. По той самой простой причине, что вот одну и ту же песню взять, мы ее сейчас спели, через 10 минут, если ее петь, это будет уже другая песня. А если поешь на другом концерте, ты уже за это время становишься, даже за 10 минут ты становишься другим. А если от концерта к концерту, ты же не автомат и не магнитофон. Поэтому от настроения, от состояния. Но самое главное – это посыл честности и света. А что для тебя авторская песня и поэзия? Это уход от действительности, это романтика, это работа. Ребята, это все вместе называется жизнь. Просто-напросто. По той самой простой причине, что... Вот когда-то мы с Борисовичем Вахнюком делали передачу после концерта у Вити Луферова в «Перекрестке». Сидели в Останкиной, он меня спросил, а что если у тебя отнять песни? Я говорю, ну ничего, у меня же краски останутся. А если и краски отнять? Я говорю, ну я тогда прозу буду писать. А если прозу отнять? Ну я же иллюстрирую книжки, я буду книжки иллюстрировать. А если вот это все взять, отнять? Я говорю, вы знаете, мне очень нравится профессия чистильщика УБН. Ведь это же классно, да? Вот идет человек по улице с ящиком со своим. Раз, поставил его посреди улицы. Подходит человек в грязных ботинках, и ты делаешь волшебство посредством рук своих. То есть во всем ты делаешь волшебство? Ну, я стараюсь. Стараюсь, чтобы это было хорошо, профессионально и честно. Москва не балует меня, хотя живем с ней мирно. Порой употреблю коньяк дешевый, не до жиру. Картинки крашу и грешу, живу, пока не тлею. И на таганке нос чешу, зашедши в бокалею, считаю мелочь. Не грущу, иду своей дорогой и плачу от избытка чувств. И упираюсь рогом в свою судьбу день от дня, с утра и до заката. Москва не балует меня, но терпит, как собрата. Ей я не должен ничего, да и она мне тоже. Вот в этом наше с ней родство. Крепка должна быть кожа, чтоб выжить в этом кутеже, свой голос сохранив. На Красной площади корже звучит немой мотив. Я сын своей большой страны, живу среди огня сам по себе. Листаю сны. Москва не балует меня. Саша, вот наша передача все-таки об авторской песне. И зрителям интересно было бы узнать, вот ты являешься который год уже не последним человеком на Грушинском фестивале, являешься одним из, как бы сказать, людей, которые направляют, делают эту политику, куда движется авторская песня. Вот расскажи, пожалуйста, куда движется авторская песня. Вот какие тенденции, что ты вот видишь, какие-то изменения, или, скажем, что ее направляет или будет направлять в будущее. Все зависит от общества, что происходит в обществе. И мне казалось, что, скажем, песни Галича, Олешковского, они уже все, они уже прожили. Частично песни Высоцкого очень редко. Ведь многие впадают в подражательство, а не в переработку душевную, и чтобы показать свое нутро посредством песен, написанных другим человеком. И тут в последние годы как-то чаще случается ездить еще на детские фестивали. В Сибирь, на север. И я потрясен был, когда выходит, там, мальчишка лет 12 и поет Галича. Один. На одном фестивале один выходит, спел Галича, мы такие прихлопнутые. Что заставляет его это делать? Непонятно. Потом начинаешь думать, ну что заставляет? Изменения в обществе, по всей вероятности. Пацан настолько тонко настроен, его камертон душевный, что он чувствует это. И он ищет способ выражения. Выражает это Галича. В прошлом году состоялся в Бресте первый международный форум памяти Высоцкого. Как оказалось, его дед был известной театральной личностью города Брест-Литовского до революции еще. И поэтому именно там и состоялось вот это все. Ну и я ехал туда слегка с ужасом. Я думал, что будет опять хрип, крик при исполнении. Это было тоже, но и были как раз-то вот вещи, пропущенные через себя. И как в любом, мне кажется, историческом процессе, невозможно смоделировать тем более песенные вещи, куда это пойдет, к чему это приведет. Тем более, что сейчас какие-то вещи уже завязаны и финансово тоже. И с одной стороны это печально, с другой стороны, куда от жизни денешься. И именно большие фестивали, частично завязанные с этим, они разделяются, соединяются. Какая-то возня там внутри происходит. Одни впадают в опалу, другие остаются. То есть вот эти вещи прогнозировать просто невозможно. Но, скажем, то, что приезжает Леша Архиповский на Грушинский фестиваль... Да, замечательный был как раз. Я первый раз, когда увидел, думаю, ну, класс! Ну, что он здесь делает? Потом мы на Зимнем Грушинском с ним встретились. Оказалось, что мы знакомы очень давно. Просто я жил в Смоленске и работал в Смоленской газете. Леша жил в Смоленске и играл в оркестре Дубровского, в оркестре народных инструментов. И тогда мы пересекались. Но Леша приезжает, и он собирает, условно говоря, на Грушинском фестивале вот эти условные поляны, условные залы, битком набиты, когда играет Леша. Ведь это тот вариант, когда человек-то, он, смотрите, что делает. Пойду-ка и я подучусь. Кто-то берет, ну, не балалайку, а гитару и бежит играть. И вот эти вещи же, это здорово, это подталкивает. Подталкивает к тому, чтобы становиться более профессиональными. Да, Леша очень мы любим. Что он делает, конечно, своей балалайочкой на трех струнах. Люди рыдают на концертах. Люди рыдают. Вот музыка, знаешь, что делать. Дорога прячется вдали, За поворот ведет машины. Сидим о прошлом, говорим О том, что, слава Богу, живы, О том, что дома ждет тепло, И что устали от разлуки Душа, глаза и даже руки. И бьется морозь о стекло. Там за поворотом ждет Кто-то, кого-то там. Мой дом, В нем синие стамни, В нем тихо о главном Мы споем. На перекрестке светофор Лукаво щурит глаз зеленый И ровный ритм ведет мотор Осталось сотня верст до дома Осталось не уснуть пути Давай еще тебе сыграю Смотри, уже и кольцевая Браток, спасибо за мотив Там за поворотом ждет Кто-то, кого-то Там мой дом В нем синие стамни В нем тихо о главном Мы поем Призывный окон светляки Но мы проскочим этот город Без нас гуляют кабаки Не нам Вино течет с завора Нам не нужны В огне литрин Улыбки девочек столичных Дорогу Бог из жизни вычтет Домой Летит сквозь шорох шин Там за поворотом ждет Кто-то, кого-то Там мой дом В нем синие стамни В нем тихо о главном Мы поем Дом синие стамни В нем тихо о главном Мы поем Спасибо вам за то, что были с нами в студии Спасибо за ваш талант За ваши песни За ваши картины А все-таки Заканчивают эту передачу Вот Говоря о авторской песне Вот все-таки Кто Саша Макаренков Вот он все-таки Поэт или художник А что, вместе не может быть? Прекрасный тост Ребята, он еще прозу пишет Вот прозу мы еще не читали Поэтому нам трудно И в прошлом году Книжка публицистики у него вышла Которая в Берлине получила На русскоязычном конкурсе Так он же прозаик, как называется Лучшая книга 15-го года Какая книга? Срезы времени Саша, спасибо за твой талант Опыт Продолжай петь Жить Творить И я надеюсь, что Так звезды сложатся Что все-таки На слет Тарантелла Где собирается Огромное количество Совершенно потрясающих Талантливых людей Вы все-таки приедете И будете нашим Гостем Это официальное приглашение? Официальное приглашение, да Официально не отказывается Но у меня есть одно условие Я хочу играть с Димой Агайет Ну что ж Тогда мы официально приглашаем Диму Агайет Спасибо вам, что были с нами С вами была программа Тоника Передача об авторской песне И не только Субтитры подогнал «Симон»